Население может быть где-то в обстановке, где искренние какие-то такие мероприятия проходят душевным характером, как я бы назвала. Студия для театралов, игровая для детей, камерный зал для литературных кружков. И все это в библиотеке. Прошли те времена, когда сюда приходили только за книгами. Гости конгресса из Алтайского края Марина Фомичева с Самарской библиотекой номер 25 буквально очарована. Здесь дресс-код, здесь улыбка, здесь новые технологии, здесь отличное отремонтированное здание, здесь прекрасный фонд. Поэтому я думаю, что придя в такую библиотеку, любому малышу, любому подростку захочется быть здесь. Работники гордятся красавицей библиотекой и с удовольствием водят гостей по ее коридорам. После капитального ремонта в 2013-м она обрела вторую жизнь. Обновлены все помещения. В читальных залах мягкие кресла, на книжных полках QR-коды. В фойе появилась интерактивная панель. Директор централизованной системы детских библиотек гордится, что удается идти в ногу со временем. Она должна действительно четко понимать, что нужно современному читателю и предоставлять именно те условия, чтобы ребятам любого возраста здесь было интересно. А мне кажется, она должна быть именно такой, как наша библиотека. В выходные двери библиотеки распахиваются для всей семьи. Здесь проходят семейные уикенды. Звучат стихи, устраиваются праздники и соревнования на самую читающую семью. Здесь уверены, библиотека сегодня – интеллектуальный центр развития личности. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.